Музыка У нас, у социал-демократов есть свои четкие цели и задачи. Значит, наша цель в этом году обеспечить проведение референдума за вступление Молдовы в Таможенный Союз. Плюс уже фракция коммунистов представила вновь на весенне-летнюю сессию проект закона о назначении даты референдума. И это самая наша основная цель. Только тогда, когда мы изменим вектор внешней политики, только тогда мы сумеем надеяться на лучшее будущее нашей страны. Потому что немцы хотят работать и зарабатывать за счет России, итальянцы хотят зарабатывать за счет России. А мы почему-то плюем постоянно в колодец, которого можно напиться. У меня нет бизнеса в России, у меня нет родственников в России. Мои корни отсюда, из Молдовы, моя мать родилась в 1930 году, когда Молдова была оккупирована царской Румынией. Отец мой тоже родился здесь и тоже в 1930 году. То есть я родился на этой земле, это моя родина. И у меня есть четкое понимание, как за короткий промежуток времени, 4 года, можно в экономическом плане восстановить все, что мы потеряли в течение 20 лет. Я уже не говорил в рамках передачи о том, что наш план это создание на всей территории Молдовы свободно-экономической зоны, которая будет зарабатывать и за счет Евросоюза, и за счет Таможенного Союза. Я когда рассказывал об этом людям, люди говорят, зачем Европейцы, чем Китайцы? Ни зачем, ни зачем. Раскрутите, пожалуйста, сколько, хотя бы на 5 минут. Почему мы всегда в течение 20 лет ничего не можем сделать на территории Молдовы? Потому что люди, которые приходят в классы, они вообще не понимают природы спроса и предложения в бизнесе. Почему нам европейцы никогда денег не дают на возрождение сельского хозяйства, на возрождение промышленности? Потому что им не нужно, чтобы мы, Молдова, начали выпускать конкурентоспособную продукцию. Всегда, когда ты говоришь с кем-то за рубежом и предлагаешь ему вариант, чтобы ты стал конкурентом его, он тебе на это не дает денег и согласия не дает. Поэтому надо было уже давно найти нишу в глобальном рынке распределения труда, что нужно и европейцам, и русским, и белорусам. Что им нужно? Им нужно на стыке глобальных экономик Евросоюза, глобальной экономики, которая сейчас формируется в странах таможенного союза, нужна территория между этими глобальными двумя территориями и экономиками, которая оказала бы им необходимую и нужную услугу. Если мы откажемся от НДС на импорт, от внутреннего НДС, от таможенных пошлин и от акциза, и заменим это все на единый налог с продаж, это будет означать, что на территорию Молдовы можно завозить все, что угодно, экспедировать, перегружать и вывозить куда угодно. То есть страна станет страной логистики. Имея центры логистики, грузов и почты, наши молодые люди откроют глобальный международный бизнес электронной торговли, потому что они будут знать, где что производится, где кто что покупает, и будут включены в базу данных нашей таможенной службы, и будут пользоваться всей этой информацией и сформируют международный бизнес электронной торговли. Дальше. Сегодня все инвесторы приходят сюда, и государство берет у них деньги вперед. Он еще не создал предприятия, вернее, он еще не сделал заводы, еще не сделал продукцию, только создает предприятие, приводит сюда оборудование, технику, сырье, с него берут деньги. Это иностранному инвестору невыгодно. А если не будет НДС, пошлин и акциза, то все начнут открывать здесь фабрики и заводы, завозить сырье, производить товары, отправлять без пошлин, без акциз и без квот на территорию таможенного союза, а мы будем иметь рабочие места и будем оказывать этим фабрикам услуги, на этом зарабатывать будем. Сельское хозяйство. Наконец-то будет возражаться сельское хозяйство, потому что производить здесь сельскохозяйственную продукцию, имея такие льготы, будет выгодно. Почему? Потому что наша продукция беспошлина, может идти во все страны таможенного союза. И еще географически мы можем здесь выращивать то, что в Сибири не выращивают и в Белоруссии не выращивают. То есть мы будем производить продукцию и толкать ее туда, на которую есть спрос там. Это отдельная тема. Если кого-то интересует, запрашивайте в поисковых системах Виктор Шеллин, вектор перемен, три революционные задачи. Или Виктор Шеллин, идея превращения Молдовы в свободную экономическую зону. И там есть огромная масса материалов, которая посвящена нашим экономическим проектам. Я сейчас меньше говорю в последнее время, во время политических дискурсов об экономике, потому что мы два года говорили, надеясь о том, что те, кто пришли к власти, возьмут наши здоровые инициативы, но они зависимы от Международного валютного фонда, от Мирового банка, от Соединенных Штатов Америки и проводят политику в их интересах. А их интересы это не экономика. Их интересы это через наши политические системы, остранить отсюда Россию, рассорить нас с Россией, для того, чтобы продвинуть НАТО еще ближе к Российской Федерации. И Украина нужна Соединенным Штатам Америки для того, чтобы продвинуть НАТО еще ближе к Москве, к Петербургу. Вы просто даже не знаете, сколько стоит, каких миллиардов долларов стоит обслуживание, к примеру, систем ПРО. или, допустим, размещение военных баз поближе к границам. А если американцы сумеют распространить НАТО на территорию Молдовы и Украины, они фактически 600 километров от Москвы будут или там 800 километров от Ленинграда будут. И Россия попадает под колпак и фактически будет обезоружена. А там в России недры, которые крайне нужны сегодня глобальной мировой экономике. То есть сегодня все уже отходят от монетарной политики, все понимают, что бумажка, деньги или обязательства уже ничто и все проявляют крайний интерес к сырьевой базе. Поэтому Соединенные Штаты Америки уничтожили все страны Северной Африки, поэтому они сегодня уничтожают и Сирию, поэтому они нападут на Иран. Они протягивают свои руки к сырью, к нефти, к газу и к контролю над этими странами, потому что благосостояние любой страны это экономический суверенитет. А когда у страны есть экономический суверенитет, она уже не под колпаком. Поэтому нужно, чтобы страны, люди жили, имели что кушать, но не чувствовали, что они суверенны. До тех пор, пока они не чувствуют, что они суверенны, ими можно управлять. Субтитры создавал DimaTorzok